всем привет обзор 10-дюймового планшета pixus joker версия на 4 гигабайт оперативки 64 гигабайта встроенной памяти в золотом цвете со стоимостью наличие можете ознакомиться в описании к этому видео теперь давайте перейдем к его распаковке посмотрим на комплектацию открываем коробку планшет вот коробочка внутри которой комплектация комплектации документации отече кабель адаптер кабель usb тайп си для подключения компьютеру зарядки это вся комплектация теперь о планшетнике транспортировочной пленки планшет тут транспортировочная пленка на дисплей на которой вынесена некоторая основная информация об устройстве и мы сразу снимем 10 дюймов дисплей фронтальная камера сзади металлический корпус с пластинами пластиковыми вставками сверху и снизу тут модуль камеры вспышкой динамики на нижней части сверху порт usb тайп си тут крышка так плотно сидит просто так и не снимешь вот так от снимаем крышку тут слоты для sim карточек 1 7 2 7 и для микро sd карточки слот стадия назад эту крышечку на левой грани нет ничего справа кнопка включения джек для наушников и кнопки игровки громкости также микрофон окей разблокируем планшетник пиксус дисплей здесь ips разрешение full hd 1920 на 1200 точек даже такой full hd plus разрешение дисплей откроем настройки посмотрим на версии операционной системы android 9 закрываем не перейдем в гиг бенч 5 технический синтетический тест процессор mediatek мтш 67 62 8 ядерный 4 плюс 4 который будет он так то что 1 и 5 и 2 герца видео ускоритель power wear ручки 83 20 дисплей при 5 224 примерный окей оперативки 4 гигабайта встроенной 64 гигабайта плюс можно память расширить с помощью микро sd карточки запустим тест вы видите уже результат просто так результат теста процессора 154 в 1 ядерном тесте и 763 в мульти ядерном тесте окей теперь делаем тест видео ускорителя не факт конечно что он запустится но если запустится покажу результат если нет то перейдем к антуту бенчмарку на вот к сожалению выбивает ошибку при гиг бенч 5 тест видео ускорителя это часто происходит на некоторых устройствах поэтому сразу переходим к антуту бенчмарку запускаем тест антуту и видите уже результат так результат теста девяносто три тысячи сто тридцать семь хорошо давайте посмотрим сколько касаний поддерживает тач планшетника окей 10 поддерживает так посмотрим рейтинг где мы примерно находимся 93000 это самый низ нужно идти на видим сотку мы не попадаем galaxy 7 2018 года набирают 144000 мы набираем 93 то есть конечно в бенчмарках мы не очень до сопоставим с другими устройствами окей посмотрим теперь гитарса андреас как работает на планшетнике тяжелая игрушка будем запускать наверное на стандартной графики так как рекомендую только яркости добавим уведомление выключить динамики тут громкие но не особо качественная то есть на высокой громкости они реально ребят так что аж прям режет слух нужно ставить их на чуть выше среднего максимум потому что она высокая не конечно слышится что они очень некачественная запускаем игру также вибрация тут не очень такая приятная как вибрирует устройство такой дешевый вибромоторчик тут тоже планшетники это из таких ну мелких недостатков то есть понятно что мы на планшете редко будем использовать громкость на всю то есть тут неплохой дисплей хорошая цена для такого планшета ну вот некоторые есть да конечно минуса по сборке тоже так чуть-чуть есть минуса вот видим gta sandra с так как там и настройки поставил но я все на максимум поставил пока разговаривал запускаем тормозит игра на максималках моментами тормозит вот сейчас например работают очень плавно когда ничего это движущийся объектов нет ну в целом я думал хуже будет то есть видим она тянет гта sandra с в принципе для самой до производитель производительности планшета вот для мультимедиа задач будет достаточно тоже gta sandra с работает нормально пока будет на низких работать примерно вот покажу еще отделе в отдельном видео игрушки там папы запущу головите мобайл запущу посмотрим как работает ну вот gta sandra с да чуть-чуть подтормаживает моментами но в целом можно даже поиграть как-то привыкнуть превращаться к этим тормозам иногда на высоких настройках но лучше поставить средний вообще не париться то есть настроить не будет нормально gta sandra с на планшетнике окей чутка тормозит система вот на этом вот моменте так заметно вот в остальном работает нормально хорошо так покажу теперь примере снимков на камеру так ведь этот камера ниже нет мы не вижу камера вот она желтая открываем камеру камера в устройстве одинарная основная 8 мегапиксельная фронталка 5 мегапикселей покажу вам примере снимков на основную камеру то есть понятно планшете камеры это неважно они тут просто да есть и есть и хорошо да но все равно покажу примеры снимков на основную камеру планшетника так и что касается автономности 6000 миллимпер час батарейка планшетник показывает хорошую автономность до 2 и дней до в нормальном используем то есть вот использовать его как смартфон то грубо говоря мы обычно используют он продержится до двух дней если использовать как планшетник иногда там то что-то поделать что-то поделать то даже и больше двух дней то есть батарейки он нормально держит не особо требовательный процессор дисплей тут full hd но как бы если был бы попроще еще дисплей то он бы все три дня держался так вот до двух дней он спокойно держится при нормальной нагрузке если меньше нагружать там выключать симки то в режиме ожидания он долго может продержаться хорошо ну и по основным плюсом основные плюсы то есть задачи планшетника он выполняет то есть это нормальный вариант металл в корпусе то есть он неплохо выглядит достаточно хоть это бюджетный планшет ну по минусам да как я и говорил это сборка тут она тут не особо качественной ну и некоторые комплектующие типа динамиков не особо качественные вибромоторчиков не особо качественные иногда подлагивает система но редко редко и только в некоторых особых случаях на этом все спасибо что посмотрели это видео подписывайся на кого максимум был комментируйте ставьте лайки и ждите над видео пока